Год начался с того, что возбуждено уголовное дело по материалам нашей проверки и возвращено в бюджет еще более 650 тысяч рублей. В прицеле проверок — ремонт интернатов, домов культуры и иных муниципальных учреждений, закупки медицинского и другого оборудования. От взгляда ревизоров не укрылись 237 нарушений в использовании бюджетных средств. 59 человек привлечены к административной ответственности. Десяти должностным лицам назначены административные наказания в виде штрафа на общую сумму. 107 тысяч. Два уголовных дела были открыты, скажем так, в прошлом году с использованием материалов счетной палаты, а еще одно уголовное дело по нашей проверке в Минсельхозе было возбуждено в феврале. Правда, уже вся сумма денег при этом возвращена полностью в бюджет. Нецелевое расходование средств только уже самими гражданами отмечено в сфере ЖКХ. Фонд капитального ремонта не резиновый, заявляют в профильном министерстве. Из него больше нельзя оплатить ремонт лестничных клеток и переоборудование невентилируемых крыш. Отныне эти работы переводятся в статью «Реконструкция». Строже контролироваться будет и то, что собственники относят к капитальному ремонту. Собственники говорят, а мы не знали, что они там сделали, нам перед фактом поставили, нас не привлекали, нас не вовлекали. Поэтому эти недостатки в части завышения объемов, соответствия характеру выполняемых работ, являются нецелевым использованием средств фонда капитального ремонта собственников. Также в парламенте региона обсудили федеральную инициативу, карающую прогульщиков. Мера терпения – полгода. Если слуга народа в течение этого срока стабильно уклоняется от присутствия на парламентских заседаниях и комитетах, его лишают мандаты. Что касается, скажем, лишения статуса депутата из-за прогулов, безусловно, это логично. Это, я думаю, в очередной раз усложнит работу некоторых фейковых партий, типа «Коммунисты России», когда Сурайкин здесь приезжал к нам, периодически показывался, а так в основном-то и совсем не работал. Копейка рубль бережет, а финансовую приватность депутатов – новый федеральный закон. Отныне широкой публике доступны лишь обезличенные и обобщенные сведения о доходах и имуществе слуг народа. Одновременно закон дополняется нормами, определяющими порядок размещения на официальном сайте обобщенной информации об исполнении, ненадлежавшим исполнении депутатами, обязанности представить сведения при условии отсутствия в такой информации персональных данных, позволяющих идентифицировать соответствующее лицо и данных, позволяющих идентифицировать имущество, принадлежащее соответствующему лицу. Впрочем, о доходах кое-что все-таки можно сказать с определенностью. Оформление земельных участков станет для всех граждан страны доступнее. Еще один новый законопроект сжимает ценовую вилку на услуги кадастровых инженеров. Отныне разница между минимальной и максимальной стоимостью их работы усреднена.